Истории, подобные той, о которой я вам сейчас расскажу, обычно редко покидают стены следственного комитета. Но в этот раз информацию придали огласке, и она вызвала большой резонанс. Одного из сотрудников Красноярской синагоги, который проработал больше 10 лет, обвинили в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних. Все произошло вот здесь, на типичной детской площадке в Свердловском районе. Мужчина заприметил двух 9-летних мальчиков и двух девочек, также 9 и 8 лет. Как именно происходило между ними и коммуникация, нам неизвестно. Но известно, что именно тут он и совершил иные действия сексуального характера, а именно обнажился перед маленькими детьми. Его сразу же задержали, и именно поэтому на работе он больше не появлялся. Он не появился на работу, и мы искали его, не волновались, мы не знали, где человек. И только в течение нескольких дней нам дали информацию, что его арестовали. И обвинение идет в вот такие статьи, которые ему дали. Кроме того, как заявили в синагоге, мужчина работал техническим сотрудником и никак не взаимодействовал с детьми, которые обучались при воскресной школе. Помимо этого, нам опровергли информацию о том, что он курировал детский сад, и подчеркнули, что в образовательной и воспитательной работе он не принимал никакого участия. Его нахождение в синагоге ограничивалось складом. Сейчас его уже заочно уволили, а на его место взяли нового человека. Конечно, в тот момент, когда мы об этом узнали, мы еще раз проводили собеседование, еще раз разговаривали со всеми нашими работниками и с родителями, которые сюда приходят. Я лично хотел знать, если есть кто-то, который может бить от него чувство как-то угрозу или какие-то там сексуальные действия в отношении детей, не дай бог, у нас вообще или вообще, чтобы они тоже написали заявление. Никто ничего не замечал. А я отмечу еще одну важную деталь, которая вскрылась уже во время разбирательства. Казалось, что 30 лет назад мужчину уже судили за подобные преступления. В далеком 87-м, будучи в Норильске, он работал тренером теннисной секции и набрал к себе в команду группу девочек из начальных классов. Под разным предлогом он заманивал и к себе домой, и каким-то абсолютно непонятным образом уже тогда суд назначил ему всего лишь условное наказание. Тюрьмы удастся избежать ему и в этот раз. Медицинская экспертиза уже признала его невменяемым. По результатам проведенной комплексной стационарной психолого-психиатрической судебной экспертизы установлено, что мужчина страдает психическим расстройством, что лишало его в момент совершения общественно опасного деяния способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Известно, что сейчас следствие настаивает на принудительном лечении, а само уголовное дело уже передано в суд. Мария Зарукина, Александр Ермошенко, Енисей. Новости.